Хотела бы объяснить, что я понимаю под чилософией. Действительно, чилл звучит приятно, но в соединении с философией настораживает, хотя, кстати, очень живо напоминает реальность. Мы любим в кругу близких высоколобых ботанов расслабленно порассуждать о том о сём, о вечности и быстротечности. Философия в переводе из греческого — это любовь к мудрости, а София — как раз мудрость. А под мудростью древние греки подразумевали процесс познания себя и окружающего мира в действии и в приложении к конкретной ситуации. Философы пытались познать мир в целом, а потом это своё знание применяли к возникшим обстоятельствам. Итак, философия есть учение о самых общих закономерностях, а мудрость — это познание мира и себя в применении к жизненной ситуации. Чилл — это расслабленный, чилить — это значит проводить время расслабленно. Поэтому чиллософия для меня — это то, что доступно в применении каждому. Это когда в меру того, что знаем о большом мире и о самих себе, мы начинаем применять эти знания к конкретной кризисной ситуации, но делаем это расслабленно. На то мы и не профессионалы, а любители обобщений. Спокойно, не суетясь, не пытаясь решить всё сходу и быстро, мы начинаем чиллософить. Мы не следуем примеру представителей разных философских школ, до хрипоты отстаивая собственное понимание истины. Я просто размышляю и показываю, как полезно иногда идти не от частного к общему, а наоборот — от общего к частному. К себе. Как полезно быть чиллософом, а точнее наблюдателем звезд на небе, травинки на земле, света и темноты в своей душе. Кстати, я заметила, что мужчины, особенно в возрасте от 40, чаще предприниматели, менеджеры и специалисты, посылают философию нафиг. Если начинаешь обобщать их кейс, чтобы найти решение, реакция у них простая — «Боже мой!» — только не философия. То есть, как правильно сказал мой партнер, она ассоциируется скорее с демагогией. Ну, во-первых, демагог — это великий греческий философ древности. Он, кстати, очень хорошо обучал молодежь ораторскому искусству. Во-вторых, философия — это познание мудрости. Оно происходит за счет того, что вы не смотрите на себя, как на пуп земли, у которого все оригинально, очень необычно, а если катастрофично, то значит весь мир отвернулся от вас. Наоборот, челософ рассматривает себя как часть чего-то большего. И, понимая это, ищет причинно-следственные связи, которые увязывают большое с маленьким. Если человек связан с большим миром, а в этом мире идут огромные изменения, то они отразятся и на микроуровне. И наоборот. Продолжение следует...